И всем привет, ребят! С вами Старвайк, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашей замечательной игре и разговорной тематике. Начинаю я этот видеоролик непосредственно с танкового боя. Сегодня у нас понедельничек. И вроде как, наконец-таки, начали работать наши замечательные сервера. Но сумел зайти я в бой далеко не с первого раза. Через прямую ссылку нашей игры, к сожалению, все так же вылетают какие-то ошибки. Но у нас теперь появились возможности заходить в игру под ресурсами китайской, я так понимаю, локали. Ссылка, которую можно найти на официальном дискорде нашей игры. И как раз по вот этим ресурсам есть возможность загружаться в наш бой, и игра работает стабильно. Сегодня у нас произошли внеплановые рестарты серверов. Буквально несколько часов назад, с момента выхода видеоролика. Ну и вроде как, сервера начали работать. Я вот даже решил специально проверить и начать видеоролик с боя, чтобы не быть голословным. И чтобы вы четко видели, что наша игра вроде как ожила. Даже иконки и все эти прогрузки стали работать. Есть вероятность того, что наконец-таки у нас есть сдвиг с места, потому что уже у нас прошло более двух недель. И с момента выхода вот этих вот всех новостей от разработчиков о том, что в игре есть неполадки, ничего больше не было. Да, были сплошные дедосы, сплошные проблемы, сплошные вылеты. И казалось все максимально грустно, но вроде как уже начинает ситуация разрешаться. И как я вижу, ну наконец-то есть определенные сдвиги, так как я уже вижу, что у меня пинг повышенный. Соответственно, скорее всего это уже какие-то другие сервера. Да, и есть вероятность того, что уже в ближайшее время все это дело, я очень сильно надеюсь, что закончится. Да, потому что, как я уже говорил неоднократно в видеороликах и в стримах, что проблемы дедоса максимально длились около двух недель беспрерывно. После чего эти проблемы уже решались и, можно так сказать, заканчивались. На сегодняшний момент времени это уже, ну можно сказать, самый длительный период времени, когда у нас есть проблемы в игре и эти проблемы не были решены на протяжении более двух недель. И на сегодняшний момент времени пока что, да, на момент записи видеоролика, если вы смотрите этот видеоролик, игра у нас работает, игра работает стабильно, да, и вы, как вы видите, даже полные бои здесь, да, то есть даже никто из игроков не вылетает с боя. В связи с этим я могу, ну как минимум, как минимум понадеяться на то, что у нас есть решение проблемы и в ближайшем будущем мы можем уже надеяться на стабильную, во-первых, работу серверов, но в дальнейшем и ту самую заветную компенсацию, которую до сих пор я жду, до сих пор я жду продления ивентов, потому что очень много интересных есть ивентов на сегодняшний момент времени и все эти ивенты, ну можно так сказать, не будут реальны, выполнены в связи с ддосами, если они не будут продлены, да, потому что времени осталось не так много, довольно большое количество дней было утеряно в связи с неполадками и если у нас не будут продлеваться эти ивенты, то я останусь без большого количества хороших контентовых ценных призов, да, и это, конечно, с моей точки зрения будет очень и очень грустно, потому что что в мини-игре хотелось бы подзаработать дополнительные награды контентовые, что с элитным пропуском тоже было бы желание его пройти и получить оттуда новое устройство, плюс еще один замечательный скин-ключ, который есть возможность оттуда тоже получить. Что касаемо данного боя, то здесь, ну чисто на фончике наваливаем контентика, на вакуумке моей любимой, все как всегда, даже выиграем каточку, нормально, неплохо, даже отличный результатик может по итогу получиться в рамках этой каточки, ну и заодно у меня получается выполниться сейчас еще один контракт, и я, ну потихонечку, потихонечку, помаленечку приближаю себя к еще одному чекпоинту, мне по сути в этом ивенте нужно пройти еще два чекпоинта, как минимум, чтобы забрать все устройства, которые есть у нас в этом ивенте, там, как минимум, очень крутое устройство на вулкан есть, ну и плюс к дополнению к устройству на вулкан, есть возможность получить и другие хорошие контентовые ценные награды. Так, что касаемо боя, то мы выигрываем, выигрываем без шансов, противник просто стоит кемпит, в принципе, делает все то же самое, что делал бы и я, потому что это штурм, и на сегодняшний момент времени доставки в штурме обесценились, очень жестко, и, как по мне, вообще штурм, если честно, в моменте превращается в TDM режим, у меня есть такое ощущение, что все к этому склоняется, и что это выглядит как замечательная TDM очка, но в целом нормально, если мы можем еще и выигрывать катку и зарабатывать дополнительно большое количество очков, то в целом меня в этом плане все даже более чем устраивает, единственное 4 реза от страйкера в рамках этого боя, ну ладно, это уже дело такое, даже против большого количества резистов мы можем показывать хорошие результаты в рамках матчмейкинговых боев. Так, ну и, что касаемо вообще всех проблем, да, что касаемо проблем, сегодня у нас, по сути, началась новая неделя, да, и в связи с этим, если уж на выходных кто-то говорит, что там, может быть, разработчики не решают проблему, может еще что-то в этом духе, хотя, если честно, я особо в это не верю, но неплановые рестарты серверов произошли, произошли, рабочая неделя началась, соответственно, вероятность того, что в ближайшее время все это дело закончится, а может быть, уже закончилось с момента выхода этого видеоролика, есть такая, я не буду сейчас утверждать, что там, типа, ДДОС повержен там и все такое, потому что уже один раз я сказал, что вроде как Орех решил проблемы ДДОСа, вроде как их больше не будет, как после там буквально часов так пяти, все у нас вернулось в прежнее русло, и выглядело максимально грустно, поэтому теперь мне просто хочется верить, что реально проблема у нас решена, и сервера начнут стабильно работать, потому что уже хотелось бы, чтобы была возможность подраздавать какого-то интересненького, контентика, да, поэтому хочется в это верить, ну и что касаемо данного боя, 500 очков я зарабатываю, не помню, сколько мне надо было, чтобы добить замечательный контракт, сколько мне оставалось добить здесь очков, ну, вроде как я успеваю выполнить еще один контакт, и вообще в целом, в будущем планирую еще приобрести, ну, как минимум, наверное, несколько золотых надо будет контрактов приобретать, потому что все равно, даже если ивент будет продлен, количество, ой, звезды говорю, количество энергии, которое мне необходимо, оно, ну, довольно-таки большое, да, поэтому, будет, я думаю, что необходимость еще покупать те самые заветные контракты, а быть может мы увидим хорошую компенсацию, и там будет тоже дополнительная энергия, и вместе с этой дополнительной энергией будет возможность все это дело пройти, так, смотрим, выполнился ли у меня контракт, иконки, кстати, о, нет, не выполнился, чуть не добил, иконки, к слову, не прогружаются, у нас на ресурсах, получается, китайских, на основных наших ресурсах, там все иконки прогружаются, но, но, при этом всем раскладе, там в бой загрузка не работает стабильно, здесь загрузочка работает, и здесь спокойно можно, по крайней мере, сейчас, играть в нашу игру, и все работает четко, так, у меня вот по ивенту 81 энергия, есть, и мне надо, ну, вот, получить, как минимум, вот эти вот два замечательных устройства, надеюсь, что мы это дело успеем реализовать, и если смотреть на количество дней, то пока что на момент записи этого видеоролика у нас, ну, грубо, 9 дней осталось до конца ивента, надеюсь, что получится все это дело реализовать, надеюсь, что в ближайшее время все проблемы закончатся, ну, а вы пишите, получается ли у вас прогружаться в бой, что вы вообще думаете по этой ситуации, когда решится проблема, будет ли возможность в ближайшее время у разработчиков продлить эти ивенты, ну, и будет компенсация в каком виде, пишите все свои мысли, поддержите видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, присоединяйте в дискорд, не участвуйте в розыгрыше по тегу на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, в настройках вся информация по этому поводу тоже имеется, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok